Итак, юбилейный год празднования 90-летия Свердловской области открыт! Сегодня корреспонденты ТАУ, как обещали вчера, с деталями, красками и узорами продолжают рассказ о праздновании 90-летия со дня образования Свердловской области. Сама круглая дата случилась вчера, 17 января, но, как вы слышали в начале репортажа, ликования по поводу юбилея растянутся на весь ближайший год. По сути, вчера для нашей родной, любимой, опорной дважды Ордена Ленина Свердловской области случился Новый год, который, как и китайский Новый год, не совсем совпадает с 1 января, но празднуется тоже долго. А тут, как вы понимаете, еще накладывается и 300-летний юбилей Стольного Екатеринбурга, который тоже нужно праздновать минимум год. Ну, в общем, пока весь мир катится в черную дыру, опорный край величайшей державы радуется праздником с тремя нулями. Ну, в смысле, 300 и 90. Но сегодня не про Екатеринбург, а про возглавляемую им неодноименную область. Хотя, естественно, основные торжества прошли в Стольном Граде Екатерины, а главным эпицентром 90-летнего праздника стал Театр Эстрады, где собрался весь ВИП-элитный эстеблишмент региона, ну, кроме прихворнувшего первого всенародно избранного губернатора Эдуарда Росселя. Конечно, по праздничной традиции звучали поздравительные речи. Например, полпредпрезидента ВУРФО Владимир Якушев напомнил, что Свердловская область образовалась по решению в ЦИК от 17 января 1934 года в результате разделения огромной Уральской области на Свердловскую, Челябинскую и Иртышскую области. Последнего названия сейчас на карте России, как вы понимаете, нет. А вот Челябинская область есть, и она тоже вчера отмечала свое 90-летие. Но всевидящее око президента на Урале Владимир Якушев, курирующий территорию гораздо больше Уральской области, образца начала 1934 года, посетил именно наш юбилей, а не Челябинский. И это не шпилька в адрес южных соседей. Хотя трактор вчера дома проиграл, а автомобилист вчера дома выиграл, вот это шпилька. А полпредпрезидента на Урале был на празднике Свердловской области, а не какой-то другой, потому что, а впрочем, дало от себя тину. Не случайно Средний Урал оставался неформальным лидером среди уральских регионов. Еще в предвоенные годы Свердловской области были построены важнейшие для страны предприятия. Это Уралмаш, Уралвагонзавод, Пышминский, Медиэлектролитный завод и многие другие. Развивалась наука и университетское образование. Строилось жилье, дороги и коммунальная инфраструктура. Это был период интенсивного становления региона. После мощной речи полпред вручил почетную грамоту президента России и благодарности от себя наиболее почетным труженикам Среднего Урала. Далее слово взял губернатор юбилейной области Евгений Куйвышев. Он много говорил о прошлом, а она у нас действительно героическая, но мы живем не только им. У нас и планов, громадье мое. У нас много планов и задач, решение которых определит дальнейшую судьбу и вектор развития нашего региона на годы вперед. Прежде всего, это выборы президента России и рассчитываю на ответственность, осознанность и политическую и гражданскую зрелость наших земляков. Также нам предстоит провести ряд крупнейших мероприятий, среди которых Всемирные игры дружбы, Международная промышленная выставка Иннопром, Международный форум и выставка 100 плюс технобил и многие-многие другие. Мы продолжим развивать наши города, села, содействовать росту благосостояния уральских семей. И я верю, что у нас все получится. Дорогие земляки, я желаю всем крепкого уральского здоровья, новых успехов, счастья и благополучия. С праздником, уральцы! С юбилеем Свердловской области! После торжественных речей началось ежегодное, можно сказать, уже даже и традиционное мероприятие, случающееся в день рождения области. Вручение наград победителям конкурса «Достояние Среднего Урала». Указ об учреждении этого состязания глава региона подписал в 2021 году. То есть первый конкурс проводился в течение 2022 года, и 17 января прошлого года были вручены первые пять наград. По правилам конкурса, статус «Достояние Среднего Урала» может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям, которые занимаются популяризацией достижений науки, техники, литературы и культуры, музыки и спорта. В прошлом году на этот конкурс, проводимый по инициативе Общественной Палаты Свердловской области, поступило 109 заявок. Из них эксперты отобрали 15 наиболее достойных и выставили их на всенародное голосование. Свои голоса за претендентов отдали почти 70 тысяч свердловчан. В декабре прошлого года их подсчитали и по итогам рейтингового голосования была сформирована первая пятерка победителей, которая получила статус «Достояние Среднего Урала» – дипломы и статуэтку, сделанную из бетона в форме параллельпипеда. Ну а чемпионом среди чемпионов, набравшим максимальное количество народной любви, стал Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» Старый Демидовский завод, набравший 12 856 голосов. Если кто вдруг на нем не был, посмотрите хотя бы по телеку. Теперь это официально «Достояние Среднего Урала». Достояние Среднего Урала – Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» Старый Демидовский завод. Это первый в России металлургический завод, ставший музеем. Основан в 1989 году на месте действовавшего с 1725 года чугуноплавильного и железоделательного завода промышленников Демидовых. Пространство в музее построено по принципу экоиндустриального технопарка. Экспозиции погружают туристов в технологии металлургии и машиностроения 18-20 веков. Вторым в рейтинговом народном голосовании стал карьер «Хризатил Азбеста» Уральского азбестового горнообогатительного комбината. Третье место и статус «Достояние Среднего Урала» досталось нашей легендарной женской волейбольной команде «Уралочка», которая 25 раз была чемпионом страны и которую рекордное количество лет возглавляет великий, да и один из величайших тренеров в истории мирового спорта Николай Васильевич Карполь. Четвертое место завоевала Алапаевская узкоколейная железная дорога, которая соединяет Алапаевск с отдаленными городами и весями, и которой исполнилось 125 лет, но об этом чуть попозже. Ну и пятое место получила Невьянская наклонная башня. Теперь это тоже достояние Среднего Урала, и по сути падающая башня сделала Невьянск, и в этот момент должна была прозвучать шутка типа «Лучше Пизы», где вместо «Лучше» должно было стоять прилагательное производное от слова «Пиза», но не мат. Однако по телеку любое производное от слова «Пиза» может расцениваться как мат, потому обойдемся без шуточек. После раздачи статусных наград в рамках торжественного собрания случился телемост с Москвой, с ВДНХ, на которой продолжается супер-мегавыставка «Россия». На связь с театром эстрады, со стенда Свердловской области на выставке «Россия» вышли президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов и председателя областной федерации профсоюзов Андрей Ветлушских. Они в прямом эфире на глазах Свердловского бомонда подписали соглашение о проведении в этом году познавательной викторины по истории нашей области «Опорный край». С этой идеей выступила Уральская торгово-промышленная палата. Провести викторину о значимых событиях и достижениях нашей опорной области решили 17 марта, в третий и главный день президентских выборов. Участвовать могут все желающие. На кону стоят очень мощные призы, которые прозвучали примерно как в старой шутке про поле чудес. Самолет, яхта и автомобиль! Дать возможность участникам праздничных мероприятий, нашим землякам, участникам познавательной, активным участникам познавательной викторины получить дополнительные ценные призы в виде смартфонов, автомобилей, квартир и наших легендарных мотоциклов «Урал». Да, прикиньте, победители викторины смогут выиграть квартиру, ну или даже мотоцикл «Урал». Кроме того, трио подписантов сообщило из Москвы, что было принято решение всем жителям Свердловской области поголовно вручить подарок к 90-летию. На госуслугах провели голосование, и народ решил, что подарок будет в виде памятной медали. Так что, земляки, готовьте дырки на кителях. Кроме всего вышеописанного, там же в театре эстрады прошло традиционное, но довольно-таки редкое, проводимое раз в год событие – гашение конвертов и открыток уникальным юбилейным штемпелем, благодаря которому эта почтовая продукция со временем станет коллекционной ценностью. Впервые такое гашение случилось в прошлый день рождения Свердловской области, говорят, коллекционеры уже реально заинтересовались. Вчера юбилейным оттиском были погашены два продукта Почты России, выпущенные в прошлом году. Открытка, посвященная 45-летию Нижнесинечихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени Самойлова, который в прошлом году стал одним из пяти обладателей статуса «Достояние Среднего Урала», а также конверт, посвященный, о чудо, 125-летию Алапаевской узкоколейной железной дороги, которая в этом году стала достоянием Среднего Урала, о чем почтовики в прошлом году, естественно, знать не могли. Ну, просто совпадение. Что касается уникального штемпеля, которым загасили открытку и конверт, то на нем написано «Достояние Среднего Урала», «Екатеринбург», его почтовый индекс 623-0 и вчерашняя юбилейная дата. Коллекционеры, готовьтесь, на рынок выбросили редкую новинку. Ну и в завершении не могу не рассказать о выставке архивных документов и фотографий, не словами, но делами, которая открылась опять-таки в театре эстрады и посвящена она 90-летию области. В экспозиции представлены 120 документов, фотографий и карт, в которых запечатлен процесс становления опорного края державы. Ну, например, пуск «Уралмаша», «Уралвагонзавода», «Субра» и десятки других героических событий и трудовых побед из истории нашей любимой области.